Брошюра с основными тезисами президентского послания Федеральному собранию этого года. Такую получил каждый из участников заседания, а также приглашенные. Фактически, это список задач. В их числе в два раза уменьшить число бедных, почти в полтора раза увеличить средства, выделяемые на охрану материнства и детства, повысить среднюю продолжительность жизни с 73 до 80 лет, удвоить расходы на развитие городов и сел. Президент особо подчеркнул, что все, что сегодня происходит в мире и вокруг России, должно стратить наше многоциональное общество. Эти слова напрямую обращены к народу, а значит и к нам. Мы должны сохранить в Анапе и на Кубани устоявшуюся стабильность, межнациональную гармонию и духовное единство. Выполнение задач, которые обозначил Владимир Владимирович Путин в послании, невозможно без качественного обновления, модернизации всех партийных структур и направлений деятельности, выработки новых современных способов работы. Исходя из этого, «Единая Россия» выделила 14 направлений. В частности, в городе-курорте партийный проект «Культура Малой Родины» будет курировать депутат Горсовета, директор Дома культуры Станицы Анапской Светлана Хижняк, проект «Российское село», ее коллега и директор сельхозпредприятия Геннадий Демурчев. Проекты касаются всех аспектов – экономики, социальной сферы, безопасности, защиты прав потребителей. Есть проект под названием «Новая школа», что для Анапы весьма актуально. Они будут как раз показателем нашей активности, нашей работы на месте для того, чтобы не только федеральный центр увидел то, что мы здесь делаем в рамках тех программ, которые разработаны и будут внедряться. Ну и сами наши жители были уверены в том, что эти программы помогут им улучшить качество жизни, комфортность пребывания на территории, ну и только жители, и гости в том числе. Заместитель главы города-курорта Валерий Королев отметил, что включаться в работу необходимо уже сейчас. Впереди государственные праздники – 1 мая, а также День Победы, чемпионат мира по футболу. В городе-курорте будет базироваться сборная Дании, а также курортный сезон. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа-регион.